Вы придете в Зимний дворец, и на самом деле каждый новый царь старался делать интерьеры под свой вкус. Поэтому я вот сейчас так вот, как мышь, на том фасаде проберусь. Его изрубили буквально шашками. Одна из версий, что его взяли в плен, и когда один из турков попытался сорвать с него медальон, он стал сопротивляться, и все, его там убили. А в медальоне была как раз маленькая репродукция портрета его возлюбленной. Там есть и Карамзина АА, и Аврора АА, и улицы, и больницы, и площади, и в Хельсинки, и еще в ряде городов. То есть она там пользуется очень большой популярностью, очень большой любовью. Кстати, как и Александр Второй, чем памятник спокойненько стоит на Сенатской площади. Вот такая перспектива открывалась здесь в ту эпоху, когда здесь жила Аврора Карловна. Fashion is my profession. После Витебского вокзала, мне кажется, вот этот особняк является второй самой популярной точкой для всевозможных модных съемок. И, к сожалению, некоторые модели опираются пятыми точками на объект культурного наследия, что делать не рекомендуется в данном случае. Но как им это объяснить? А я вам сейчас продемонстрирую из Иди. Вот так я недавно сделал, потому что Агюст Монферран не дает до сих пор покоя любителям альтернативной истории. Вот это все закопали, выкопали. Про пустотелые колонны и так далее. У меня был недавно пост, и вот у меня в моем телеграм-канале один из таких вот специалистов стал доказывать, что колонны составные, он сам видел на Исаевском соборе это. И мне пришлось процитировать вот этот классический труд, объяснить ему, что колонны составные, потому что еще в 1941 году сам Монферран заметил отклонение базы. Ну, я вам напоминаю, там просто часть фундамента осталась от предыдущей ринальдовской постройки, хотя возражали против этого, но Александр I настоял. И ему что пришлось делать? Ему пришлось подбивать клинья, то есть там колонны вот чуть-чуть наклонились, ему пришлось подбивать клинья и охватывать их железными обручами. В следующий раз, это уже в начале 1870-х годов выяснилось отклонение, и в 1973 году, с 1973 по 1998 год продолжалась работа, они даже подпиливали куски колонн, потому что они опять наклонились, и получалось, что база, ну, то есть вот колонна отклоняется, да, и база стоит одним, одной плоскостью на... Только куски колонны это приводит к трещинам. То есть они их подпиливали, выравнивали и дополняли. Соответственно, эти вставки не являются подтверждением того, что колонны пустотелые. После чего человек удалился комментарий и удалился сам. Но, к сожалению, это работает не всегда. К сожалению, увы и ах, мы до сих пор сталкиваемся с этим явлением. И сегодня мы находимся с вами возле двух строений, которые были затеяны непосредственно Монферраном, как, ну, такой дополнительный проект во время разведения Исаакиевского собора. Большая морская 43, Большая морская 45. Он изначально приобрел вот этот дом. И здесь вообще сохранилась конфигурация изначального строения в семь осей, даже выдвинутый вот этот резолит в три оси. И с левой стороны изначально были проездные ворота, которые потом были застроены вот этим дополнительным объемом. И, к сожалению, сейчас мы с вами не увидим, поэтому мне придется подставить фотографии. Там находятся три панно, левое из которых изображает Франциска I, умирающего Леонардо да Винчи. Это известная легенда, которая пошла в народ еще благодаря и художникам французским, например, Энгро. Это примерно как у нас Рипин и Иван Грозный, сын его Иван. На самом деле, Франциск I в день смерти Леонардо да Винчи был далеко от него. Справа Карл I подает кисть Тициану. Ну, это известная история. Карл Габсбург, когда Тициан писал его портрет, действительно поднял упавшую кисть художника со словами, что ему можно подать кисть и императору. Ну, а в центре Микеланджело показывает папе Павлу III проект собора святого Петра. И есть чудесная фотография, вот если мы выйдем сюда и посмотрим вот в ту сторону, то есть сейчас с левой стороны находится особняк Набокова, а на этой фотографии, во-первых, мы видим, что там раньше стоял такой обыкновенный классический дом с портиком, и более того, на переднем плане мы видим шестигранные шашки. И вот эти шестигранные шашки, они характеризуют конкретно аристократический характер этой улицы, потому что ими мастили только самые, ну, выражаясь современным языком, блатные территории, то есть начальный отрезок Невского проспекта, морские улицы и даже часть дворцовой площади. Это такое эко-покрытие, которое позволяло заглушать тот неимоверный треск и шум, который издавали лошади своими копытами и телегами. И если мы обратимся к воспоминаниям Набокова, вот, другие берега, то он там писал непосредственно про свою жизнь здесь. Наш розовый гранитный особняк был номер 47, был Большоморской, за ним следовал дом Агинского, номер 45 на тот момент он так назывался. Затем шли итальянское посольство номер 43 и немецкое посольство номер 41, это брутальное здание по проекту Питера Бернса и обширная, Мариинская площадь, после которой номера домов продолжали понижаться в направлении к Дорсовой площади. Слева от Мариинской площади между ним великолепным, но приедающимся Исаакием был сквер, там однажды нашли в листве невиннейшей липы ухо террориста, павшего при неряшливой до легкомысляной перепаковке смертоносного свертка. Ну и речь идет про не ухо, на самом деле нашли, а палец, про то, как вот раньше на месте Астории стояли мобилированные комнаты Бристоли, там Максимилиан Швейцар действительно собирал бомбы и, в общем, немножечко не преуспел в этом деле и разлетелся на части. И когда вы забьете в поиск словосочетание Аврора Шернваль, это женщина, про которую я сегодня буду много рассказывать, поскольку она жила в этих особняках, то первое, что вы встретите, это словосочетание роковая, роковая, роковая женщина. Хотя, в общем, если мы посмотрим без вот этих вот мистических очков на эту историю, пойдем потихонечку сюда и еще покажем там рельефы, то мы выясним, что рока там, ну, по сути, не было, дяденька, сбей меня. Он аккуратно подъехал. Причем мы сюда подошли для того, чтобы показать вот эти еще вставки, вот там вот, видите, там змея, мартышка, лев. Это, судя по всему, вообще намеки на басни Лафонтена. Хотя, конечно, все зависит от трактовки каждого отдельного лица. Так вот, очень, конечно, удобно построить всю эту историю на некой мистической основе, как там в случае с финксами на университетской набережной и так далее. Но вот мне бы хотелось, чтобы отклониться вот от этой темы, заявленной в самом начале, и попробовать включить разум, хотя данная трактовка событий, она в последнее время не очень популярна. Ну а прежде чем зайти непосредственно в особняк, который в советские времена являлся домом композиторов, я, естественно, по традиции хочу напомнить, благодаря какой чудесной организации мы там окажемся. Открытый город – это совместный проект Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю использованию и охране памятников истории и культуры. Здесь не проводят экскурсии по общедоступным местам Санкт-Петербурга, а открывают двери самых красивых особняков, шикарных дворцов, знаменитых усадеб, знаковых сооружений промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения. Для того, чтобы попасть на экскурсии открытого города, вам нужно зарегистрироваться на их сайте и выбрать понравившийся вам тур. Ссылка на этот сайт будет находиться в описании под этим видео. Либо просто набирайте в поисковике «Открытый город». Ну а теперь я предлагаю направиться внутрь и зачитать вам пару отрывков о том, как вообще описаны эти работы в этом историческом, искусствоведческом труде. Дом Гагариной перестроен из небольшого каменного здания XVIII века, которому Монферранд придал черты, характерные для петербургских озадовников середины XIX века. Рациональная планировка, функциональная обусловленность, объемно-планировочных решений и стилистическая свобода в оформлении. В отделке лицевого дворового фасадов особняка Демидова, это уже она про этот говорит, крупные русты на уровне первого этажа выполнены в штукатурке, имитирующей тяжелой квадры, каменной кладки палаца итальянского аристократии времен Возрождения. Кстати, слово «квадры» я встречаю, скажу честно, впервые. Буду теперь им щеголять на экскурсиях и полировать неоперевшиеся мозги неподготовленных к такой информации экскурсантов. До Петербурга 30-х годов такие постройки были новшеством. Особняк Демидова, одной из первых столиц зданий, построенных в соответствии с новыми представлениями в архитектуре, резко отличался от прототипов эпохи классицизма. Ну, действительно, классицизм, вот эти вот портики и прочее, он тогда немножко приелся. И если мы посмотрим, ну мы туда пойдем дальше, если мы посмотрим на этот дом, то, конечно, он отличается от построек и Карла Ивановича Росси, и Михайлова, и всех остальных замечательных зодчих. Единый стиль архитектуры распался, стилевые особенности все чаще соответствовали назначению здания. А это уже мой намек, извините, на протоконструктивизм. Стилевые особенности характеризуют функцию здания. Ну что, давайте зайдем внутрь. Дело в том, что от монферрановских интерьеров здесь практически мало что осталось, ибо все, что мы с вами будем наблюдать, это перестройка уже второй половины XIX века. И здесь нам, конечно, надо будет упомянуть двух выдающихся архитекторов. Василия Ивановича Штрома, который привел сюда, ну не то чтобы свое подмастерие, но на тот момент еще молодого зодчего и мастера декора Максимилиана Егоровича Мисмахера, который здесь отметился, где только не отметился. Например, напротив, вот осомняк Половцева или Половцова, я, кстати, буду еще пару раз упоминать его фамилию, совершенно сногсшибательные интерьеры, им возведенные. Ну и, конечно же, дворец великого князя Владимира Александровича, дворец великого князя Алексея Александровича, дворец великого князя Михаила Михайловича на дворцовой площади, ой, извините, на дворцовой набережной, точнее, на Адмиралтейской набережной, в створе Адмиралтейства, здание городского архива возле Зимнего дворца, и даже в Мансарде он построил дворец для императорской четы. Соответственно, вот здесь мы можем наблюдать, в принципе, уже его работы, и вот в этой классической книжке, это я ее сюда положил, да, «Зодчи Санкт-Петербурга», если мы ее откроем на месте, где говорится про Мисмахера, здесь буквально две строчки только посвящено тому, что он посвятил свою работу, точнее, не посвятил, а осуществил свою работу здесь. Вот эту мемориальную доску, я, кстати, когда здесь первый раз был и сделал съемку, я не заметил в тот момент, это перечень композиторов, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны у нас во время блокады. Ну а это Дмитрий Дмитриевич Шостакович, благодаря ему сюда переехал Союз композиторов. Хотя, конечно, логичнее сюда было бы поместить Союз архитекторов, потому что я вам показывал барельефы там наверху, но вот так уж получилось. И самый сразу же такой главный зал перед нами предстающий, ну, Мессмахер здесь очень угадывается, потому что он как раз был мастером вот таких деревянных интерьеров, техником марки 3 на потолке, как вы можете заметить. И он еще очень любил стилизацию под разные эпохи, и вот здесь, если мы посмотрим, то вот это вот изразцовые вот эти плитки, ну, что они вам напоминают? Если вы, допустим, приедете у нас куда? В Марли, в мой любимый дворец Петергофи, то вы увидите примерно такие же плитки, то есть это под Голландию он закосил. Но это уже было в эпоху, вот эта вся перестройка уже была в эпоху Веры Федоровны Гагариной. И так уж случилось, что соседкой ее была Наталья Федоровна Ливин. И отчество Федоровна, как бы вам непрозрачно намекает на то, что они, возможно, были сестрами, и это так. Они были родными сестрами и внучками того самого Петра Алексеевича фон Палина, который возглавлял заговор против Павла Первого. И вот с этим тоже как бы связано несколько мистических якобы историй, потому что они занимались продвижением евангельского движения, продвижением движения, да, мастер Локенс и Павел Перец. Да, но конкретно этот дом был куплен Демидовым для своей супруги Авроры Шернваль, причем у него уже был соседний особняк на тот момент, но вот Монферран уступил ему этот участок с домом и более того для него же его и перестроил. И действительно сюда заехала Аврора Карловна Шернваль, которая на тот момент уже потеряла своего первого жениха. И вот этот сюжет является одной из баз такой мистики, потому что даже наш уважаемый искусствовед Марголес в документальном фильме, снятом для телеканала «Культура», говорит, что она приносила несчастье своим мужьям. Ну, а в другом фильме для телеканала «Культура» там пущена дичайшая байка про то, как она, когда ее мать ее рожала, не было повитухи рядом, и постучалась какая-то старуха, мать ее испугалась, и та сказала, ну так все, родишь ты девушку, которая будет приносить всем несчастье, сей смерть. И вот это все в официальном, извините, документальном фильме. Ну, а что я сейчас делаю? Я сейчас попрошу оператора отодвинуться и поднимусь аккуратненько вот на галерею, потому что здесь вот эта винтовая лестница, она отсылает нас как раз в Средневековье, как и во дворце великого князя Владимира Александровича. И отсюда, конечно, очень хорошо просматривается и потолки, вот эти фигурные. Пробираться здесь нужно аккуратненько. Ну и самое главное, что здесь вот эти все двери, это шкафы. То есть, если присмотреться, то можно увидеть ручки. Поэтому я вот сейчас так вот, как мышь на том фасаде, проберусь, а вы, уважаемый Даниил с камерой, идите туда и встречайте меня. Встретимся в неожиданном месте. Мы встретимся, Атос, обязательно встретимся. Так вот, Аврора рано потеряла своего отца, он был губернатором Выборга, и затем ее удочерил следующий губернатор Выборга. Здесь у нас, не мудрено догадаться, это атавизм дома композиторов Чайковский и Глинка. И по первой версии у нее какой-то там кузен к ней сватался, но не дожил до свадьбы. Следующим был Александр Муханов. Это один из архивных юношей. Архивные юноши толпой на Таню Чопорна глядят, и про нее между собой неблагословно говорят. Архив иностранных дел в Москве, где он тоже служил бравый у нас вояка. Надо сказать, что у Аврора Карбана была еще сестра Эмиля, между которой не могли различить, ну то есть не могли выразить, кто из них красивее, одна или вторая. И получилось так, что на одном из балов она познакомилась с Мухановым и влюбилась в него. Нужно было ждать 10 лет до свадьбы, потому что он сразу же ускакал на свои боевые подвиги. А потом получилось так, что подснимите вот этот замечательный вензель. Мы идем с вами вдоль Большой морской бывшей Герцена. Потом получилось так, что была назначена свадьба. Ну естественно, сейчас это у нас называется мальчишник. Муханов активно проводил ночь, разгоряченный скакал после этого на улице, и до свадьбы он не дожил, умер. И вот это является как бы первой такой базой для создания образа роковой женщины. Но если мы вспомним судьбу еще одного архивного юноши, Винни Витинова, мемориальная доска, которая висит в Москве, поскольку там, ну рядом с армянской бывшей церковью, поскольку там Пушкин читал своего Евгения Онегина, то мы выясним, что он точно так же умер, просто скоропостижно простудившись, выскочив после бала в одежде, пробежав по улице. Поэтому на самом деле ничего мудреного здесь у нас нет. Тут у нас уже начинается немножечко СССР, поэтому мы выходим дальше. Копия мусоргского портрета. Это вот как раз недавно я проводил экскурсию, рассказывал, как по заказу Павла Михайловича Третьякова, Репин написал его в больнице на нынешнем Суворском проспекте. В общем-то, практически месяца не прошло, и мусоргский умер. Поэтому большое спасибо Третьякову и большое спасибо Репину. Ну а мы покидаем этот особняк и идем в следующий, за номером 43. И дальше она приехала сюда, произвела здесь, конечно же, фурор, я имею в виду в Петербург. И к ней стал свататься Демидов. Причем, ну как свататься? Он ее просто буквально завалил подарками. Я вам покажу сейчас портрет Демидова сначала, так сказать, без ретуши в молодом своем возрасте, а затем то, как он выглядел во взрослом возрасте. Ну, скажем, прямо такой ботан. Ну, он был владелец знаменитых своих уральских заводов, которые, кстати, уже начинали приходить в запустение. Для чего мы вышли сюда, вот на эту точку? Для того, чтобы, во-первых, показать вам фотографию вот в ту сторону, как виден этот дом, виден дом Набокова, и видна карета посла Италии. Дальше, вот, если посмотреть в эту сторону, то мы видим приезд как раз короля Италии в это посольство. И еще одна фотография из газеты. На балконе посол Италии объявляет о том, что Италия вступает в Первую мировую войну, и здесь толпа, естественно, приветствует это решение, потому что Италия становится нашим союзником в войне. У Боротынского, ну, есть знаменитые строки, которые официальные, которые он ей написал, а я бы вам хотел, вот, Боротынский тоже был в Гельсинфорксе, и тоже, естественно, был впечатлен красотой Авроры Карловны. И вот, когда стало известно о помолвке его с Мухановым, посмотрите, это вот к вопросу, вот эта серия классики без соплей. Запрос Муханову. Что скажет другу своему любовник пламенной Авроры, сияли ли счастьем ему ее застенчивые взоры? Любви заботую полна огнем очей ланит пыланьем, и Персии томным волнованием была ли прямой зарей она или только северным сиянием? Теперь переведите это вот с высокого поэтические на наш земной интимный. Ну, как вам вот это все? Ланит пыланье и Персии томных волнования. Берите на вооружение эти замечательные строчки. Так, мы идем сюда. Так, ну вот здесь мы сразу сталкиваемся вот с этим замечательным механизмом. Это уже как раз Штром, который вообще у нас есть Александрская больница на набережной реки Фонтанки, где стоит знаменитый памятник на видимкой, потому что она была посвящена Александру Второму, и там стоял бюст. Бюст исчез, и остался только постамент. Штром, он был на самом деле помощником Кузьмина Романа Ивановича, который построил, ну, по проекту которого построены у нас, во-первых, Рю-Дарю, это улица в Париже, где стоит собор Александра Невского. Он есть на моем канале в плейлисте экскурсии по Парижу. И строил его как раз Штром по его проекту. И второй, там я тоже был, наша посольская церковь православная в Афинах. Это тоже проект Кузьмина, она строила ее тоже Штром. Также он помогал строить ему, если я не ошибаюсь, церковь в Гатчине. Но он, когда был в Европе, он как раз занимался, во-первых, изучением отопительных систем и всевозможных механизмов. И вот это вот, это относится к тому, что тогда называлась подъемная машина. То есть то, что сохранилось у нас на Витебском вокзале. Это уже инсталлировано было, естественно, позже. Здесь, видите, видна фактура Дранка. То есть каждый раз я обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что эти дома выглядят такими плотными каменными, к сожалению, они очень часто содержат в себе деревянные перекрытия. А вот непосредственно у нас сама кабина, ну, как мы сейчас сказали, лифта. Тогда так не говорили. Это все тоже было, это уже было инсталлировано в эпоху непосредственно Натальи Федоровны Ливина, тоже начиная с 70-х годах XIX века. Родная ковка. И иметь, конечно же, свой собственный лифт в особняке для того времени, это было, ну, очень круто, потому что я спешил напомнить, чем выше ты поднимаешься, тем дешевле жилье. И вот тут как раз мы можем наблюдать, ну, во-первых, портрет того самого Демидова, подарившего Авроре Карловне алмаз Сан-Си. Вот Слагуб, автор Тарантаса, писал. Описывая петербургский салон этого времени, нельзя не упомянуть об Авроре Карловне Демидовой, жене Павла Демидова, брата знаменитого Анатолия, князя Сандоната. Но тогда, как Анатолий Демидов проживал почти всегда в Париже, где приобрел себе большую известность, своей безумной роскошью, гомерическими попойками, и, наконец, своей женизмой на хорошенькой принцессе Матильде Бонапарт, которую, кстати, лупил, из-за чего она подала в него развод. Павел Демидов жил постоянно в Петербурге, в своем великолепном доме, вот мы в нем находимся, и принимал всю столицу. На одном своем огромном, не одним своим огромным богатством, которого в те времена было недостаточно, чтобы втесаться в большой петербургский свет, но своим просвещенным поощрением искусствам и наукам, своей широкой благотворительностью. Демидовы приобрели себе то, что французы называют droit de cité. Право cité это вообще город, есть остров cité в Париже, гражданское право. Я вот не знал такого выражения. Аврора Карловна, финляндская уроженка, считалась и была, на самом деле, одной из красивейших женщин в Петербурге. Мы можем сейчас, собственно, ее показать уже вот здесь, на этом портрете. Ну, в смысле, это понятно, что это копия. Многие предпочитали ей сестру, но это Эмилия, которая была в замужестве Мусиной Пушкиной. Трудно решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства. Графиня Пушкина была, может быть, еще обаятельной своей сестры, но красота Авроры Карловны была пластичнее и строже. Посреди роскоши ее окружавшей она оставалась настолько, насколько это было, возможно, проста. Мне часто случалось встречать ее на больших балах с одноцветным гладким платьем, с тоненькой цепочкой, украшавшей ее великолепную шею и грудь. Правда, на этой цепочке висел знаменитый демидовский бриллиант солитер, купленный, кажется, за миллион рублей ассигнациями. За 500 тысяч франков он его купил во Франции. Этот алмаз тоже овеян различными легендами. Можно тут тоже наверху здесь всевозможных мистических историй, но мне больше всего понравилось, как однажды его владелец Сан-Си, по которому он и был назван, в Англии это дело было, послал с ним свою слугу, слугу нашли мертвым, его ограбили. И тогда он сказал, надо скрыть слугу, я в него верю. Его вскрыли и нашли алмаз внутри, он его проглотил. Настолько он был верен своему сузерену. Это у нас тоже Штром и Мессмахер. И здесь нам уже всё напоминает о солнечной Италии, поскольку, как я уже хочу вам напомнить, здесь у нас располагалось итальянское посольство. Об этом мы поговорим позже. Ещё одна забавная история, связанная с тем, как на одном из балов Аврора попросила одного из посланников подержать алмаз, пока она танцует. Он его положил в карман, потом отдал свой сюртук в стирку. И на следующий день, когда хватились, выяснилось, что алмаза нет. Он послал срочно за своей служанкой. Когда она пришла, она увидела, что ребёнок этой служанки играет с этим алмазом в песочнице. Здесь, помимо всех напоминаний нам об эпохе XIX века, есть прекрасные напоминания об эпохе века XX. Вот эти убогие пластиковые принтуса, которые так любили у нас сюда налеплять, потому что здесь когда-то был банк. Ну и, собственно, банк старался делать красиво. Анфиладная система. То есть мы идём сейчас, получается, вокруг двора. Вот там вот он находится. Причём видно, что даже здесь, вот видите, и колёсооббойный столб сохранился, и петли на воротах. Печи изразцовые. Более, конечно, скромные, чем даже в некоторых наших парадных, но зато надёжные. И вот это один из тоже таких манифестов миссмахерских. Он вообще был мастером чередовать, допустим, объёмы, светлые и тёмные пространства. Конечно же, итальянскому посольству в этом интерьере было максимально комфортно, потому что это им напоминало об их родине. В итоге Демидов прожил с ней всего 4 года и умер. Скоропостижно тоже от чахотки. И она второй раз остаётся, ну то есть теперь уже она вдова, если тогда она как бы вдова была по факту, поскольку не вышла замуж. Ну и она решает, что всё, нам больше замуж не выйдет. При том, что у них родился сын, Павел Павлович Демидов, который потом ей, кстати, тоже принёс немало огорчений. Видите, здесь сохраняют у нас изначальную фактуру. Ну а я вам хочу показать, конечно, большое спасибо за то, что мне это показали. Сам бы я этого, конечно, не заметил. Камин. Видите, вроде как камин, но вот эти батареи, которые ещё, знаете, во дворце великого князя Владимира Александровича, но это ещё не сангали, конечно, механизм, это уже более позднее, а во дворце Владимира Александровича там реально ещё сангали, вот эти батареи, самые первые, которые он изобрёл. И вы открываете каминную решётку, и что вы там видите? Сюрпрайз, сюрпрайз. Но отдадим должное, что они сохранили камин. Могли бы вообще его нафиг раздолбать или как-нибудь с ним нехорошо обойтись. Аврора живёт-живёт, и к ней сватается сын историка Карамзина, Андрей Карамзин. При том, что у них разница уже 8 лет. И в свете, ну вот Слагуб об этом пишет, начинает судачить, что... Так, мы идём вот сюда, сюда, да? Судачить, что Карамзин женится на её деньгах. А на самом деле он действительно к ней проникся. Но что он ей сначала не сказал, а сказал только в день, практически в канун свадьбы, что у него были уже двое детей от Растопчиной. А Растопчина была подруга, в принципе, Карамзиной. То есть здесь уже у нас такой, знаете, любовный роман намечается. Вот сюда, если мы посмотрим, вот здесь уже более отчётливо видны изначальные фактуры. То есть вот так видно, как менялся интерьер, ну вообще как менялась мода, как менялась интерьерная вот эта вся закваска. Ну, вы придёте в Зимний дворец, и на самом деле каждый новый царь старался делать интерьеры под свой вкус. То есть там то, что мы сейчас наблюдаем, это отнюдь не изначальные, конечно же, интерьеры, я учитываю особенно то, что в 1837 году там был пожар. А вот здесь раньше висело три люстра, видите, как бы вам намёк. Сохранилась одна, а одна из этих люстр сейчас висит в доме номер 45, где мы только что с вами были. Ну и вот эта техника, которая сейчас называется у нас 3D, тогда таких понятий не было. Гризай, ну от слова гри, серый цвет. В итоге свадьба, они живут довольно счастливо, и Карамзин отправляется на войну крымскую. А, сюда она, мне вот подсказывают. Сами мини-местные. Здесь зато, вот здесь, конечно, совершенно потрясающий камин. Видите, вот эти вот орнаменты, ну, традиционные пальметы и всё остальное. И, обратите внимание, это уже привет нашей эпохи. Замечательный искусственный хрусталь, который так ценился, как я сейчас помню, в советское время. Висел почти в каждой квартире и норовил ударить тебя об голову. Но здесь потолки, высота потолков такая, что для того, чтобы тебя ударили об голову, ты должен вырасти ещё на пару метров. Вот видите, мы с вами идём вдоль Большой морской улицы. Ну и, как вы думаете, какой был исход всего этого? Карамзина убивают там, при том, что его изрубили буквально шашками. Ну, одна из версий, что его взяли в плен, и когда один из турков попытался сорвать с него медальон, он стал сопротивляться, и всё, его там убили. А в медальоне была как раз маленькая репродукция портрета его возлюбленной. Она остаётся вдовой третий раз. Ну и, как, естественно, некоторые после этого и начинают называть вообще чёрная вдова. Но она-то сама говорила, что я была счастлива, потому что я была любима несколькими мужчинами за свою жизнь. Посмотрите на потолок, или давайте выражаться правильным искусствоведческим слогом плафон. А здесь у нас находится балкон, который можно видеть с улицы. Ну мы на сам балкон не будем выходить, потому что это достаточно небезопасно. Но, по крайней мере, потому что, видите, он в трещинах весь. Подснять отсюда мы можем. А, кстати, гламурная съёмка продолжается на той стороне. Вот такая перспектива открывалась здесь в ту эпоху, когда здесь жила сначала Аврора Карловна. Духи здесь гуляли по этому зданию. И всё. Она удаляется к себе в имение Финляндию. Так, мы идём обратно, на самом деле. Да. Она удаляется к себе в имение Финляндию. Здесь остаётся её сын, который потом продаёт все... Ну вот этот дом он продаёт по слухам за карточные долги. Первый раз итальянскому посольству. Но затем после этого здесь уже поселяется как раз Наталья Фёдоровна Ливина. А соседний дом покупает Сергей Сергеевич Гагарин, выросший напротив. Его жена непосредственно та самая Вера Фёдоровна Гагарина. Заканчивая историю с Авророй Карловной, которую хочется вот так вот, знаете, Холмс, расскажите, как было дело? А дело было так. Она посвятила себя очень серьёзной благотворительности. Она же вообще ездила на свои эти уральские, свои теперь уже уральские заводы. Там к ней сначала относились с подозрением с таким, потому что приехала какая-то барыня, а она была очень простая. Крестьяне её называли Заря Карловна, они не говорили Аврора, Аврора это иностранное слово, Заря Карловна. И вот эта Заря Карловна очень много для них сделала, и потом она очень много сил отдала благотворительности Финляндии. И когда Александр Второй решал, что делать с Финляндией во время своих реформ, он приехал туда и попал, соответственно, Аврора Карловна попала на приём к нему, считается, что она его, в частности, убедила, что надо финнам дать послабление, что финны народ законопослушный, что вот как им скажут, так и не будут делать. И поэтому, если вы посмотрите на финскую стро... ну вот на статистику, сколько всего в честь Карамзиной названо в Финляндии, там и там есть и Карамзина АА, и Аврора АА, вот это всё, там и улицы, и больницы, и площади, и в Хельсинки, и ещё в ряде городов, то есть она там пользуется очень большой популярностью, очень большой любовью. Кстати, как и Александр Второй, очень памятник спокойненько стоит на Сенатской площади. Ну и панчлайн такой, то есть полностью сгорело уже, когда она была в сочной бодрости, полностью сгорело её имение, на ней ни одной царапины. То есть её вот судьба миловала, а всех остальных, она в итоге похоронила ещё своего сына, умершего раньше, её, она похоронила невестку, кстати, Екатерину Мещерскую, это была, между прочим, ну, первая любовь будущего Александра Третьего. Она похоронила свою младшую сестру, в общем, прижила всех, умерла в 1902 году. Но вот эта вот история, да, вот этих вот череды смертей, она не даёт покоя до сих пор нынешним составителям вот этой темы мистический Петербург, и, к сожалению, как я уже упомянул, это даже перетекает в довольно серьёзные фильмы. Ну, а следующим как бы этапом является совершенно другая история. Вот то, где мы сейчас с вами находимся, сейчас вот я передам, уже мне эта книжка не понадобится, простите её, то, где мы с вами находимся, вообще-то, было, по сути, молельным домом, потому что вот как иногда переплетаются сюжеты, судьбы и всё остальное. Так, мы же сейчас куда идём? Наверх, всё правильно. Если Крым для Крамзина, для её второго мужа, стал, значит, концом, то для лорда Редстока он стал началом, потому что он там воевал со стороны англичан, заболел, взболился богу и выздоровел, к удивлению многих. И затем у него было достаточно денег, он мог себе ни в чём не отказывать, и он занимался проповедями и мечтал приехать в Россию, потому что он связывал с ней своё воскрешение. Так, идём, ну как лучше, можем, да, пойдём так. Здесь потрясающие потолки, но в стиле вот этого искусственного хрусталя. Это уже вот это, вот здесь, мне кажется, надо снимать сцены из бандитского Петербурга, если бы сейчас вот решили, сейчас, кстати, брат 3 выходит, да, посмотрите, какой шикарный стол, какой шикарный стул. Вот у нас был предыдущий выпуск под эгидой открытого города, где мы снимали в центре Петровского, я вам показывал один стол, а вот это другой стол. Ну, здесь, конечно, не хватает чернильницы, перьев, всего такого и прочего, но можно почувствовать себя каким-нибудь большим начальником конца 19-го, начала 20-го века. Начинает проповеди свои, и он, значит, в Париже встречается с некоторыми представителями нашего замечательного государства, по одной версии даже с императрицей с Марьей Александровной, он там виделся, и она его приглашает сюда, в Россию, он приезжает, и здесь он просто из корабля на бал попадает, то есть такие фамилии, как Пашков, как Корф, ну и, конечно же, сестры Гагарина, они проникаются его вот этими проповедями, это вообще эпоха, на самом деле, возникновения сект, которые не поощрялись Святейшим Синодом, и вот в этих стенах аристократия петербургская слушает проповеди сначала вот этого Лорна Редстока, их называют, начинают называть редстокисты, ну а затем уже они сами начинают проповедовать Слово Божье, и вот в особняке, а мы же здесь не выйдем, мы идем обратно, в особняке, например, Веры Федоровны Гагариной, когда умер ее супруг Сергей Сергеевич, Гагарин, то она отказала служить панихиду, говоря, что это лицемерие, истинная церковь, совершенно необязательно допускает эти вещи. Александр Третий сбешенный прислал к ней своего дядю Михаила Николаевича, но та его, в общем-то, отшила. А когда приехали сюда к Наталье Федоровне Ливин на разборке, она спросила, мне значит, кого слушать, Бога или государя? И вот так вот Александра Третьего поставил на место. сказал, ладно, отстаньте от них. И они, в общем, обе дожили до 1917 года, и более того, пережили его, вот здесь посмотрите, какой потрясающий эркер, то есть эркер, который смотрит во двор. именно по этой причине история этого особняка вот этой эпохи ну не шибко она известна, но вот Мессмахер со Штромом, они работали как раз именно в то время. Мы с вами с мужской половиной пришли на женскую, да, вот эти вот мне головки, конечно, особенно нравятся. Ну а в начале 20 века это здание было арендовано, значит, когда Ливин уехал к себе в имение, и там уже развернулся благотворительная деятельность было выкуплено итальянским посольством. Ну вот это просто услада для глаз. Так хочется слиться с этими замечательными интерьерами. Когда сюда приехал король Виктор Эммануил Третий, я, кстати, вам забыл поставить одну фотографию, поставлю во дворе. Ну вот я не знаю, добьет здесь у нас тут световой фонарь. Это на самом деле вот мисс Махер тоже и в этом был, конечно, большой мастер. Он умел сочетать филигранно прямой свет с боковым. Причем это не просто световой фонарь, обратите внимание, что там витраж расписанное стекло. Вот это последняя комната и отсюда как раз виден этот эркер. Вот то, где мы только что с вами были. Можно подснять вот с этой стороны. Я вам сейчас попробую, если у меня получится, с помощью волшебного переводчика Яндекс процитировать одно итальянское стихотворение. Товарищ оператор, аккуратней. Ну-ка, попробуем. Вы все поняли, да? Короче, перевод такой примерно. Когда Виктор был просто королем, то он пил хороший кофе. Затем он стал императором, но чувствовал только запах. Сегодня он также является королем Албании, а запаха уже нет. И если мы получим еще одну победу, мы будем скучать и по цикорию. Короче, смысл в том, что это же при нем вообще дуча к власти пришел. Мы спускаемся в мир. И затем он стал королем Эфиопии, а потом королем Албании. И в связи с этим народ шел все хуже и хуже. И вот такой стишок про него ходил. Но когда он приезжал сюда еще в начале XX века, ни про какого Муссолини еще речи не шло. Он был на взлете, и здесь ему, конечно, был оказан прекрасный прием. А после 17-го года, в 20-х годах, есть статья у нас в одной из газет, итальянцы начали вывозить отсюда не только статуи и прочее, они начали даже сдирать часть обстановки. И против чего, конечно же, выступало не только советское правительство, но и все наши научные и культурные организации. Тем не менее, интерьер, мягко говоря, обеднел. Ну и в заключение, чтобы полумистическую историю завершить, есть известный портрет кисти Брилова Аврора Шернваль. И проблема в том, что этот портрет висит у нас в Нижне-Тагильском музее. Но уже почти в наши дни... Так, все, выходим, да? А, выход. Я все время забываю, что здесь специально сделали, потому что сюда все ломятся, вот сюда, да? Поэтому выход сделали здесь. На Сотбис, значит, Вишневской женой Ростроповича этот портрет был куплен, точнее, куплен еще один портрет, при том, что там было несколько претендентов, я, с вашего позволения, позволю себе открыть газету тагильский рабочий, или как она называется, да? Сейчас, сейчас я прочитаю. Тагильский рабочий, а, хотел показать, да, вот здесь фотография замечательная, вот здесь она, возле этой двери, двери, как раз делегация итальянская вместе с этим Виктором Эммануилом третьим стоит. Дело в том, что там даже была представительница Третьяковской галереи, которая, ну, тоже была заинтересована в том, чтобы обезти, но вот Вишневская победила. Значит, портрет куплен, и возникает вопрос логичный, а где оригинал, где копия, то есть там больше 150 лет картина в Нижнем Тагиле, тут появляется еще один портрет. И дело в том, что на одном из них у нее над губой мушка такая, про которую, кстати, никто нигде не писал никогда, а уж про эту деталь, поверьте мне, наверняка бы ее бы отметили. И специалисты, которые занимались этим вопросом, ну тут я сейчас пропущу ее, значит, вот, кстати, оттенок мистики всю жизнь преследовавший Шернваль по наследству передался самому, самому известному из ее портретов. Ну то есть, даже здесь мы встречаем вот эту мистика, мистика, да, тут рассказывается про историю. Известный искусствовед и специалист по Брилову Людмилу Александровну Маркину утверждает, что Карл Павлович никогда не повторялся. Тем не менее, отвергать версию авторского повторения не стоит. Но имеется в виду, что Брилов никогда не писал копии своих картин. Тем не менее, то, что копия могла возникнуть, нельзя исключать. Второй вариант. Копия сделана одним из учеников портретиста. Все та же Маркина в одной из своих статей делает предположение, что автором копии может быть ученик Брилова, наш земляк, ну, в смысле, неожиданный тагильский, художник Худояров Степан Федорович. Ну и дальше возникает вопрос, какой из них оригинал, какой нет. Вот здесь написано, что за 130 тысяч фунтов купила его Вишневская. Я просто хочу найти... Вот. Я лично читал статью о другом портрете Демидова, где служащий писал, что если портрет имеет в уголке пятнышко или черточку, значит, это оригинал. И они предполагают, что вот это вот пятнышко, это и есть та самая черточка, что это и есть оригинал. Поэтому вопрос... Ясен, что вопрос темный, но феномен имеется. Этот портрет Вишневской сейчас у нас висит Стрельня, в Нижнем Тагиле висит еще один портрет. Ну, хотите, попробуйте сравнить. Хотя придется немножечко поколесить по необъятным просторам нашей Родины. Что нужно сказать дополнительно? Конечно же, во-первых, про литературку определенную, из которой я черпал ряд информаций. Ну, вот эта классическая энциклопедия, моя любимая, немецкие архитекторы, где написано, что как вольно практикующий архитектор Штром осуществил частичную переделку интерьеров особняков Гагариной, 45, Большая морская, совместно с архитектором Мессмахером, и княгиней Н.F. Ливен. Это вот непосредственно Наталья Федоровна Ливень, Большая морская, 43. Допустим, да, и это же получается, что, как и вот для Монферрана, да, он строил свой основной проект Исаакиевский собор, который мы сейчас увидим, эти дома были, ну, такой сторонний, сторонний заказ, так и для Штрома, который занимался у нас возведением там больницы и всего остального, он тоже, это был у него такой дополнительный проект. То есть написано, что во Франции Штром особенно углубленно изучил устройство систем вентиляции и сооружения из железной конструкции. Ну, это вот то, что я вам сказал. А второй момент, он связан уже непосредственно с Мессмахером. В отделке интерьеров дома Гагарина на Большую морскую, 45, выполненных в 43-74 годах, вот для любителей дат, пожалуйста, да, определились художественные приемы и мотивы, часто варьировавшие Мессмахером впоследствии. В помещении были устроены мраморные резные камины, стены и потолки величественного большого зала, облицованные великолепными резными дубовыми и ореховыми панелями. Это мы с вами только что наблюдали. Широкое использование ценных пород дерева, разнообразие и прорисовки резных мраморных каминов, изысканных парадных лестниц, основное средство мастера. Хочу обратить ваше внимание на фразу «Определились художественные приемы и мотивы, часто варьировавшие с Мессмахером впоследствии». Это начало его фактически деятельности. И кто бы ему сказал, что сосед его, вот там за деревьями напротив, половцов, который станет потом, после смерти барона фон Штиглица фактически директором училища, он вынудит Мессмахера уйти в отставку, потому что фон Штиглиц завещал деньги на средства, которые должны были идти студентам, а половцев хотел изъять 2 миллиона на покупку акций, но он обещал вернуть. Мессмахер этому воспротивился и в качестве протеста подал в отставку, а ее приняли. И он уехал со своей молодой женой в Дрезден, где и умер. Жена его, ну тогда еще студентка, это была его студентка, она первая к нему послаталась, и он сказал, что я всегда мечтал встретить Черкешингу, потому что слышал, что черкешинги первые предлагают пожениться, а он был очень стеснительный в этом плане. Это один момент. А второй момент, он совершенно вообще из неожиданной сферы, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения. Ну вот, казалось бы, книжка вот такая, Есенин в Петербурге, Ленинграде и Петрограде. Точнее, Есенин в Петрограде и Ленинграде. Почему-то Петербург здесь, кстати, сейчас понял, что Есенин в Петрограде и Ленинграде, а в Петербурге он не бывал. И тут в конце список адресов с ним связанных. И смотрите, вот мы открываем и видим, 25-й год, квартира Клюева, Большая Морская 45. Ну, в советское время улица Герцена 45. Сохранился. Это дом Монферрана, Аврора Ширнваль, это дом Гагарина, где мы только что были. 25-й год. Ну-ка, вспоминаем, что случилось с Есениным в 25-м году. Может быть, что-то страшное? Так оно и есть. Действительно, Есенин приехал сюда, в Ленинград, поселился в Англитерии, к которому мы сейчас направляемся, и стал разыскивать своего, ну, еще по молодости ближайшего не просто соратника, а можно даже изначально сказать покровителя Клюева. И долго мог найти, в итоге в адресном бюро ему сказали, где он живет, они зачем-то взяли извозчика и поехали туда на извозчике. Хотя вот мы сейчас идем пешком, можете замерить, сколько мы идем минут. И нашли Клюева вот в этом особняке, только жил он, конечно, не в самом особняке, он жил там во флигеле, внутри двором помещения. И он привел его, вот видите, в этом особняке, заведенном по проекту Муферран, размещалось сегодня Ленинградское отделение Союза композиторов. Однако Клюев снимал квартиру не в роскошных покоях особняка, а во дворе его. Когда нагрязали гости, Клюев еще спал, в общем, Есенин его поднял с кровати и привел вот в Англитер, где читал свои стихи, он привел себе в номер, сюда же заглянул художник Мансуров, Клюев слушал, сложив руки на животе, посматривая на Есенина из-под своих лохматых мужицких бровей. Вспоминал присутствующий при этом Устинов. Ну как, Николай, хороши стихи, Сережа, очень хороши. Вот если бы все эти стихи собрать в одну книжечку, да издать ее золотым обрезом, она была бы настольной книжечкой у всех нежных барышей. Это очень сильно оскорбило Есенина. А вы что, забыли, как ходить задом оператора? Ну-ка, соберитесь. Вот. И Клюев ушел, а когда он уже пришел второй раз к Есенину, Есенина не было. И надо сказать, что Клюев, он же сначала точно так же революцию принял и даже вступил в коммунистическую партию, но за его религиозные всевозможные попознавения он из этой партии был исключен. И закончил он свои дни очень жестко, потому что если мы посмотрим на даты, когда он там жил, он там дожил аж до начала тридцатых годов. Он закончил в полной нищете, при том, что ведь когда все это дело начиналось в начале двадцатого века, в общем, на волне всей этой пасхальности, русскости и так далее, я не помню кто, то ли Горький, кто-ли кто-то сказал, что Есенина тогда в Петербурге приняли, как обжора принимает землянику зимой. Клюев был на высоте, а потом, судя по всему, может быть, даже какая-то ревность возникла к успеху своего пастушка, дружка, но тем не менее. То есть даже с фамилией вот такого поэта, к сожалению, сейчас очень мало известного у ВИАХ, хотя он на самом деле, вот если верить Ахматову, Андреев Ахматов сказал, что один-единственный человек смог ее разгадать, и это был Клюев. И он, например, придумал совершенно потрясающий вот такой термин «оспо-полуслова». Мне кажется, оно идеально подходит для пропаганды. Постоянно мы человеку мешаем ходить. Я просто хочу найти строчки Ахматова «Жасминный куст, обожженный асфальтом серым, тропу утратила ль к пещерам, где Данты шел и воздух густ, и нимфа лен придет хрустальный, среди русских женщин Анной Дальней, она как облачко сквозит вечерней проседью ракит». Вот эти строчки Ахматова считала, что Клюев ее единственный угадал, разгадал, и вообще очень точно поэтически охарактеризовал. Ну, а мы с вами завершаем собственно вот у основного проекта Агюста Монферрана. Я хочу вам напомнить, что он вообще, ну, то есть Мо, по-французски «Гара», Ферран – это «Железный», Монферран, он у нас бы по-русски назывался Агюст Железногорский. И, как вы видите, не очень далеко ему было ходить до своих замечательных сторонних работ. Ну, а я вам в конце по традиции напомню, что, во-первых, я, конечно, не Монферран, но слова ваяю, да, вот, например, такие, это книжка про пиару во время русско-японскую войну, показать, попросили показать обложку, попросили показать, попросили показать картинки разные, показываю. Вторая книжка – это «Оссоциальный роман Корень», но тут внутри показывать нечего, там буковки, много буквок, хотя вот мне некоторые пишут, что за ночь ее прочитывают. Ну, и вот это уже однозначно бестселлер, «Путеводитель Невский с перцем», где, кстати, есть даже и проясенина, потому что это уникальный такой формат, где можно узнать историю нашего государства российского через главную магистраль Российской империи. Экскурсии у нас идут, может быть, не так инвестиционно, как летом, но тем не менее. И, естественно, вы точно так же можете приходить на экскурсии открытого города, ссылку на который я размещу внизу вот там и все ссылки, которые вам необходимы, будут находиться точно так же. Гуляйте по городу, увидимся с вами оффлайн и онлайн, с вами был гид Павел Перец, пока.